У нас сейчас другая тема. Как известно, с апреля повысятся цены за проезд в общественном транспорте. Чем обусловлено повышение тарифов, нам сегодня расскажет заместитель главы администрации Симферополя Павел Александрович Кузнецов. Доброе утро. Здравствуйте. Действительно, с 1 апреля уже надо ожидать других тарифов. Не только в Симферополе, но и в разных городах. Да, действительно, Государственный комитет по ценам и тарифам утвердил, уже подписал приказ, в соответствии с которым с 1 апреля у нас повышается тариф на перевозку в общественном транспорте в автобусах до 17 рублей. Скажите, а вы пользуетесь общественным транспортом? Ну, признаться честно, не часто, но пользуюсь. Бывает. Бывает, да. Скажите, а чем обусловлено повышение цены? В первую очередь, мы уже проговорили, ознакомили наших зрителей с ценами на бензин, дизель и так далее. То есть, конечно, один из факторов, в первую очередь, это повышение цен на горюче-смазочные материалы. Это достаточно много экономических показателей, которые уже... Павел Александрович, но это получается и по всей России, что ли, увеличиваются тарифы, или только в Крыму? Ну, по всей России они уже давным-давно увеличены, я вам так скажу, а в Крыму уже, ну, конечно, назрел этот вопрос, пора уже поднимать. Но там все-таки обосновано, согласитесь. Там, во-первых, и сервис услуг намного выше, транспорт чистый, удобный, регулярно ходят. А во-вторых, ну, и сами маршрутки, они, наверное, более приспособлены, чем у нас. Ну, позволью с вами не совсем согласиться. Допустим, вот в нашем МУПе, Горавтотранс, да, ну, вот достаточно много на сегодняшний день уже единиц техники, которая комфортная, достаточно чистая. И 80 единиц на сегодняшний день, которые полностью соответствуют всем стандартам качественных перевозок. Ну, карить не станем действительно так, потому что есть некоторые автобусы, в которые просто приятно зайти. Они удобные, они комфортные, они чистые. Современным дизайном, я даже сказал. Поэтому тут изменений сложно не заметить. Скажите, а грядут ли какие-то дополнительные изменения? Может быть, все-таки со временем исчезнут в ближайшем времени вот эти старые желтые богданы? Ну, безусловно, изменения грядут. И вот 13-го числа, 13-го марта глава республики в ходе выездного заседания совмена поставил достаточно жесткие и четкие требования по улучшению качества автомобильных перевозок общественным транспортом. Поэтому, безусловно, изменения грядут, и грядут достаточно глобальные. Ну, расскажите еще о ситуации с перевозчиками, я имею в виду с частными перевозчиками, которые тоже выпускают свои автобусы на маршрут, и из-за этого возникают какие-то проблемы? Ну, проблемы, безусловно, они есть на сегодняшний день, не буду с этим нисколько спорить. Проблемы в чем заключаются? Могли бы вы назвать хотя бы вот несколько таких пунктов, которые наиболее остро звучат? Ну, ради примера, вот я сейчас к вам ехал на передачу и увидел такую картину, когда буквально 6 автобусов на одной остановке скопились, а сзади еще их подпирает троллейбус. Вот этого хаоса, вот этого коллапса транспортной системы мы стараемся избежать, и сейчас работаем над оптимизацией маршрутной сети, подогнать уже реальное расписание. И буквально вчера более трех часов мы проводили совещание с руководством перевозчика и с предприятием Крым-Глонасс, которое нам в этом деле помогает. Но речь не идет о сокращении общественного транспорта? Нет, речь не идет о сокращении, я бы сказал, что речь идет об оптимизации. То есть каждый маршрут должен быть синхронизирован с другим маршрутом. То есть не должно быть такого, что на одной остановке скапливается, вот как сегодня я увидел в 7 утра, 6 автобусов и один троллейбус. Они должны ходить четко по расписанию. Человек должен выйти на остановку, он должен знать, что в 7.01 приедет именно этот автобус или этот троллейбус. Скажите, а вот вы упомянули такое красивое слово «Глонасс». Насколько я знаю, это система, которая, собственно, позволяет отслеживать нахождение данного транспорта, где он, когда он прибудет. И остановки будут ли оснащены такими красивыми таблицами, которые покажут, через сколько ожидать свой родимый автобус? Безусловно, это будут действительно красивые таблицы, как вы выразились. На сегодняшний день уже большинство транспорта оснащено этой системой «Глонасс». Федеральный законодатель нас уже обязывает с 1 июля этого года поставить не только систему «Глонасс», но и систему тахографов, систему кассового расчета, которая подключена к Федеральной налоговой службе уже онлайн. Поэтому, да, мы над этим работаем. Вот по поводу кассового расчета в Москве это очень удобно работает. Там не надо взаимодействовать с водителем для того, чтобы расплатиться. Достаточно подойти внутри к этому счетчику, приложить карточку. Валидатор, так называемый, да. У нас они есть, но почему-то они все у водителя. Это совершенно неудобно, мне кажется. Ну да, действительно, это доставляет некий дискомфорт. Но, тем не менее, по законам мы, конечно, обязаны иметь два в автомобиле. Ну и на сегодняшний день пока что в качестве эксперимента мы установили такие валидаторы на предприятии «Кромтроллейбус» в троллейбусах. И в наших муповских автобусах, в которых, да, действительно, можно подойти, расплатиться карточкой без проблем. Ну а когда закончится эксперимент? Когда уже валидаторы появятся в каждом общественном транспорте? Ну я же вам сказал, что вот с 1 июля этого года уже федеральное законодательство обязывает нас установку всех этих систем. Скажите, а вот в Москве, в частности, как-то бывает, очень удобно, там есть такая система «Карта-тройка» называется. То есть это карточка, в которой можно расплатиться абсолютно в любом транспорте. Не существует пока таких проектов у нас? Нет, проекты существуют, они технически достаточно сложные. Сейчас вот как раз этот вопрос прорабатывается. Но я думаю, что мы, безусловно, к этому придем. Ну а разве у нас не было пилотного проекта? Уже не внедряли такие карточки? Пилотный проект был, да, действительно. И что, он провалился? Он не провалился, он просто требует некой технической доработки. Но он абсолютно не провальный. И доработка грядет в ближайшем будущем? Абсолютно верно. То есть я так понимаю, что совсем скоро крымчане будут себя чувствовать так же комфортно, как и на материке? Ну, я очень на это рассчитываю, тем более, что задачи такие стоят, и задачи достаточно жесткие, и сроки достаточно определенные. Поэтому работаем в этом направлении и будем продолжать. Ну что ж, мы желаем, чтобы все ваши начинания совершились как можно удачнее. Спасибо большое. И наиболее меньшей кровью, скажем, потому что мы тоже понимаем, насколько тяжело проводить реформы. Это всегда стоит очень многих нервов и сил. Удачи вам в этом. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня был в гостях Павел Александрович Кузнецов, заместитель главы администрации города Симферополь.